Добрый день, Ирина Николаевна. Как работает механизм обесценивания? Как перестать обесценивать себя? Замечаю, что обесцениваю как себя, так и усилия других людей. Ну, потому что, скорее всего, вас так обесценивали из расчёта... Ну, чтобы не принёс ребёнок собственной маме или папе. Мама с папой всегда такие заморочены, замучены на своей работе. Почему, зачем, никто не разбирается, но тем не менее. А ребёнок приносит то, что он смог. Для него это очень большие усилия, очень большие. Особенно лет до пяти, там что-то собственными руками или там что-то сделать. Это огромное усилие, потому что это выстраивается целая структура внутри человека маленького. Вот он пытается этот мир таким способом познать и потом из этого что-то сделать и преподнести. И ждёт от своих родителей восхищения, понимания, поддержки. Какой ты молодец, какой ты хороший. Но в силу того, что все заняты, это такая вот ерунда, вообще ерунда. То происходит обесценка, отворот головы. Ну, давай попозже, ну, давай мама устала, ну, давай ещё что-то, ещё что-то. И когда это повторяется много раз, во-первых, отбивается вообще желание что-то делать. Откуда и ножки-то растут. Чем взрослее становится такой ребёнок, тем в большей степени происходит такой перенос. Не то, что ты хочешь, а то, что надо кому-то. Мусор вынеси, посуду помой, там принеси, унеси, уроки сделал, да ты то, да ты сё. Пошло давление такое усиленное. Естественно, вы перестанете ценить то, что вы вынуждены делать, потому что это вызывает поменьше в мире отвращения, сопротивления. И любые люди, которые сейчас в вашей жизни, там, руководство, да, каких-то соседей и близких, с кем вы живёте. Не дай бог, в тональности, похожей на маму, будут что-то, как вам кажется, принуждать вас сделать. Естественно, вы сразу вспомните, как это, отвернётесь, отойдёте. И будете опять злиться и гневаться, потому что да сколько ж можно. Всё. И если вы такой замечательный или такая замечательная, потрясающая, что вот вас тут заставляют, ну, значит, вы идёте опять к минусу и будете обесценивать всё, и вас ничего радовать не будет. Почему сначала нужно воспроизвести все свои хотелки, они детские, очень примитивные, но они доставляют потрясающее удовольствие. Потом научиться немножко разбить, задавая вопросы и видя их, как они себя ведут. Ну, то самое главное, видеть, из какой семьи они вышли. Мы не плохие и не хорошие, мы продукт того воспитания, который получили. И если к этому с пренебрежением относиться, это никогда от нас не уйдёт. А вот меняться уже, это наша с вами прерогатива. И насколько мы к этому готовы, вот в этом весь вопрос и есть. А обесценивать — это самое плохое. Никто никогда, я, знаете, уже замучилась повторять, никто никогда не почувствует чужие боли. Своя самая ценная. Насколько долго её можно оценить и насколько долго её можно аккумулировать, точно так же, как и страхи. И тогда всё остановится, потому что кроме этого в голове ничего не будет. А вы, ну, хотя бы через неделю, через неделю там как-то меняйте. Неделю боюсь и переживаю, неделю тружусь и что-то узнаю и что-то меняю. А потом нужно будет сравнивать. Обесценить это на раз-два. А вот помочь человеку подняться, поддержать, заинтересоваться, как-то в чём-то вместе там что-то сделать, хотя бы поддержка какая-то на каком-то промежутке времени. Хотя бы послушать, о чём человек вам говорит. Или что он сделал, собственно говоря. Мы на это не способны, потому что защитный механизм внутри, типа нашей гордыни и значимости, которая в детстве помогала вырасти, а сейчас стала часть у нас такой очень ёмкой, цензор такой внутренний. И вот он вами руководит. И человек не понимает, почему так ему плохо, потому что он всё отторгает, как и было раньше, и различия нет. Но вы хоть чуть-чуть там, через раз, хотя бы неделя по неделю. И доводите это всё до абсурда, звоните своей любимой подружке, говорите, вот давай на этой неделе у меня тут отторжение полное, всё. Я от себя всё отталкиваю, как курочка лапкой. Вот я в гневе, и мне всё не нравится, и вот вы все такие-секи. А на следующей у меня неделе притягивание. Я прям всё в свою жизнь притягиваю, и прям такая хорошая располагаю сама к себе, и вот прям такая замечательная, понимающая, родная и милая. Вот на ту неделю с понедельника я приходила. Представляете, как интересно будет? Ну, разнообразьте свою жизнь так, чтобы вы увидели, кто же внутри вами руководит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова